47% россиян признались, что чувствуют беспокойство или апатию перед началом рабочей недели. Оказывается, есть такое понятие, как синдром понедельника. С ним знаком почти каждый второй россиянин, работающий на пятидневке. Такие данные приводит федеральный сервис по поиску высокооплачиваемой работы. Как избежать этого чувства, мы узнали у психотерапевта. Подробности в нашем сюжете. 47% россиян признали, что чувствуют беспокойство или апатию перед началом новой рабочей недели. 21% россиян страдают от синдрома понедельника еженедельно. Несколько раз в месяц ощущение беспокойства или апатии в преддверии рабочей недели накрывает 13% опрошенных. Еще 13% переживают такие эмоции несколько раз в год. Таким образом, синдром понедельника хотя бы раз приходилось испытывать 47% россиян. Мы спросили у тверичан, с каким чувством они начинают новую рабочую неделю. Тяжело вступать в новую рабочую неделю? Да нет, у меня график 3-3, поэтому мне без разницы. Я не работаю, я пенсионер, так что очень хорошо. Нет, я человек-оптимист, поэтому мне очень легко, с какой бы ноги я не встала, пока на окошко не наступлю. Понедельник день тяжелый, но у меня тяжелый. Нет, я пенсионерка, поэтому очень хорошо. Я его люблю. Не отмечают у себя переживаний подобного рода 39%. А что же делать тем, кто все-таки сталкивается с проблемой синдрома понедельника? Причины, как оказывается, достаточно банальны. Людям трудно вставать утром. Как взбодриться? Ну, большинство кофе используют крепкий, чтобы проснуться. Эффективно здесь утренняя гимнастика, физическая зарядка, их контрастный дождь. Физическая активность плюс вода, все это вас вот вкатит, да, вот такой трудовой день. Это первый уровень тяжести понедельника. Если же копнуть поглубже, то можно увидеть более серьезные проблемы, говорит психотерапевт Юрий Рыльский. Если вы идете на работу как на каторгу, надо самому себе задать несколько вопросов. Хочу ли я работать, вот мое ли там место. Может быть, есть какой-то конфликт на работе, который вы не решаете. Ну, иногда хочется как-то отстраниться. Но конфликты, они для того, чтобы вы могли что-то там предпринять новое для себя найти. И их надо решать. Откладывая решение конфликтов, вы тем самым создаете напряжение внутри себя. И, конечно, важно правильно отдыхать. Именно от качества досуга в выходные дни зависит ваша продуктивность в новой рабочей неделе. Если на работе большую часть времени вы проводите сидя, то в выходные важно нагрузить себя физически. Наоборот, смена активности плюс новые впечатления – залог хорошего настроения в понедельник. Если все это в гармонии, вы достаточно и качественно отдыхаете, плюс работа приносит удовлетворение. Хорошо, если и доход, то синдрома понедельника у вас точно не будет. Если же не так, то есть к чему стремиться. Алгоритм, как говорится, уже есть. Субтитры создавал DimaTorzok